Смотрите, если бы Бог сохранил оригинал Нового Завета, оригинальные подлинные тексты, одно дело, что мы бы им поклонялись, это понятно. Но если бы Он сохранил оригинал, это означало бы, что есть какой-то человек или группа людей, которые хранители оригинала, то есть во владении которых находится этот оригинал, подлинник, допустим, апостола Павла или подлинник Иоанна. И вот тогда, во-первых, у этих людей была бы особая власть, был бы особый авторитет, вот мы хранители оригинала Священного Писания. И вот тогда в таком случае внести изменение в оригинал было бы этим людям достаточно легко. Вот, смотрите, вот у нас Библия, вот там что написано, вот что было изначально. То есть вся власть или весь авторитет сосредоточился бы не в Слове Божьем и не у самого Бога, а у конкретной группы людей, которые хранительницы оригинала. У конкретной группы людей, которые являются хранителями оригинала, хранителями подлинника. Интересно также, что вот этот принцип работает, вообще говоря, в Божьих отношениях с человеком. В принципе, в церкви у каждого из нас свои дары. Каждый из нас нужен Богу. При всем моем уважении, допустим, к Валерию, церковь не могла бы существовать только дарами Валерии, она бы развалилась. Моими дарами, те дары, которые у меня Бог дал, она бы развалилась еще быстрее. Но поскольку разные люди трудятся вместе, и Бог вот так распределил, чтобы мы не забывали, кто Он такой. Он одним дал быть апостолами, другими пророками, пастырами, учителями и так далее. Вот этот же принцип распределения, принцип дистрибуции работает и по отношению к Священному Писанию. Удивительно Бог это устроил. То есть тем, что Он дал большое число рукописей, Он разбросал их по всему миру, Он фактически говорит, вот, ребята, вот вам мое слово, изучайте, познавайте, открывайте, обращайтесь ко мне. И это действительно здорово. Этот принцип понимают даже современные бизнесмены, которые говорят о том, что вот нужно иметь покупателей потенциальных или потенциальных клиентов, их нужно иметь много. Нельзя говорить, что вот у нас успешный бизнес, потому что у нас есть там 2-3 клиента, которые нам платят все деньги, да? А что если один из этих трех не заплатит? Или один из двух? Ну вот тогда 30 или 50 процентов бизнеса вы теряете. По-английски говорят, так что не нужно класть все яйца, все яйца в одну корзину, их нужно разложить по разным местам. Вот так Бог распорядился и с Новым Заветом. А теперь мы посмотрим с вами несколько конкретных мест. Три или, пожалуй, даже четыре конкретных места я хотел бы показать вам. Первое иллюстрирует, пожалуй, наиболее типичные новозаветные разночтения. Поскольку у нас с вами есть два русских перевода, по крайней мере, два русских перевода, я попрошу вас сейчас открыть в Синодальной Библии и в переводе «Радостная весть» Евангелие от Иоанна. И прочитаем Евангелие от Иоанна, первую главу, 18 стих. И также в «Радостной вести». «Бога не видел никто никогда, единородный сын в случае внедри отчим он явил». Так, давайте сначала задумаемся. Мы эти стихи неоднократно слышали. «Бога не видел никто никогда». Грамматически здесь все более или менее понятно. Дальше. «Единородный сын, сущий внедри отчим, он явил». То есть, Сын Божий, который есть Иисус Христос, и это единородный сын, он явил, то есть, явил нам, открыл нам Бога. Со смыслом более-менее понятно. Его не видел, Бога никто не видел, но Иисус, единородный сын Божий, сущий внедри отчим, вот, явил, открыл. А теперь давайте посмотрим то же самое по другому переводу, по современному переводу «Радостная весть», издаваемому российским библейским обществом. Кто прочитает? «Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл мой вид». Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, в чем, ну, понятно, что стиль немножко разный, в чем текстологическое различие между двумя этими вариантами? Что вставлено в одном из них? «Прибывающий рядом с Отцом» вставлено. «Прибывающий рядом с Отцом», еще, да, еще. «Только Бог». «Только Бог». «Прибывающий рядом с Отцом» – это вот просто расшифровка такая. Да, во втором варианте «Бога не видел никогда, только Бог, Бога не видел никто никогда, только Бог, единородный сын, его явил». Значит, в чем разница этих двух вариантов? В одном из них мы видим сын, в другом, прямо в этом стихе, первая глава, 18 стих Евангелия от Иоанна, фактические утверждения о божественности Иисуса Христа. Хотите увидеть божественность Иисуса Христа? Вот 1 Иоанна, извините, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Только не в синодальном варианте. Что происходит? Неужели авторы синодального варианта не считали Иисуса Христа Богом? Разумеется, считали. Вариант перевода этот, уверен Священным Синодом. А происходит следующее. Синодальный перевод Священного Писания основан на том же Textus Receptus, на том же византийском тексте, на котором и был основан также старославянский перевод, на котором была основана старославянская Библия. И в византийском тексте, в греческом тексте, так и действительно написано, что единородный моногенейс, единородный Сын, Он явил. Слова Бог там нет. Однако в более ранних рукописях других текстологических семей, других типов текста, вместо этого Сын написано слово Бог. Единородный Бог, сущий в недре очи. Он явил. Значит, какой вариант сложнее для понимания? Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре очи, явил, или единородный Бог, сущий в недре очи, его явил. Какой сложнее? Я думаю, что второй. Бога не видел никто никогда, единородный Бог его явил. Как-то так. Кроме того, у этого варианта больше географическая дистрибуция, и он древнее. По нескольким критериям проходит именно этот вариант. Единородный Бог. Значит, когда мы начинаем восстанавливать текст, более вероятно, причем существенно более вероятным, кажется именно вариант единородный Бог. И вот поскольку перевод Радостная Весть делан именно с этого восстановленного эклектического текста Священного Писания, содержащего в себе разные прочтения, прочтения из разных групп текста, из разных типов текста, вот в русский перевод Радостная Весть попадает именно единородный Бог. Но дальше перед переводчиком еще одна задача. Мы-то привыкли, что Сын написано, да, должно быть Сын, и потом единородный Бог, это сложно для понимания. И переводчик добавляет слово Сын, потому что любой перевод на самом деле это толкование. Любой перевод, он не просто перевод. Всякий раз, когда мы что-то переводим, мы также это и толкуем. Вот такая типичная совершенная ситуация, типичный пример, не знаю, разночтения, скажем так, в разных вариантах, в разных текстах. И эти варианты оказывают влияние, оказывают действие на наши переводы. Они важны для того, как мы будем этот текст переводить. Имеет ли богословское значение вот этот фрагмент из Иоанна 1,18? Да, в этом случае, конечно, да. Но учение о божественности Иисуса Христа, оно что, зиждется только на Иоанна 1,18? Конечно, нет. Это учение здесь, на всем Священном Писании. И хорошо, если Иоанна 1,18 переведена таким образом, но даже если мы не правы, даже если на самом деле правы вот текст большинства, текстус рецептус, общепринятый текст, все равно в данном случае учению это никак учению о божественности Иисуса Христа это никак не вредит. Но идем дальше. Евангелие от Иоанна несколько позже. Найдите, пожалуйста, конец 7 и начало 8 главы. Евангелие от Иоанна 7, 8 главы. У вас, наверное, вы найдете просто в разных переводах, мне бы хотелось у вас спросить, есть ли у вас какие-то пометки вот при этом тексте последний стих 7 главы и начало 8. И как у вас, если есть, то как это у вас в ваших изданиях сформулировано? Или просто идет текст и все? У вас нет ничего? Есть ли люди, у которых в Библии внизу, допустим, написано что-нибудь типа этого текста, этого фрагмента нет в ранних рукописях или что-то подобного такого плана? Ваши 53 стих, что там у вас написано, пожалуйста? Текст заключенный квадратной скоркой и авторитетных рукописях отсутствует. Некоторые в жилу рукописи он находится после Иоанна 21-24. Да, это все на дальнем издании Библии у вас так написано, да? Нет, нет. А что это? Это в радостной вести. Значит, здесь текст заключенный в скотке отсутствует наиболее древних авторитетных рукописях. Что это за древние авторитетные рукописи, мы с вами сегодня говорили. Это Синайский кодекс, это Ватиканский кодекс, есть другие рукописи, в которых этот текст находится в другом месте. В каком месте, прочитайте, пожалуйста, еще раз, в некоторых рукописях он находится где? Второе предложение вашего комментария. А, он находится после Иоанна 21-24 или Луки 21-38. Да. Это текст с 53-го стиха по 8-11-13. Правильно. Это целый кусочек. Кусочек о коме или о чем? О чем это фрагмент? О женщине взятые в прелюбодеянии. Совершенно верно, конечно. Вот. Значит, что мы имеем? Мы имеем текст, который в ранних рукописях отсутствует вообще. Мы имеем текст, который в других рукописях находится либо в конце Евангелия от Иоанна, 21-я глава. Представляете себе, как это в смысле хронологии получается. Значит, повествование закончено и вдруг еще какой-то фрагмент, еще какой-то кусочек. Либо вообще этот текст находится в Евангелии от Луки. Хотя стиль явно не Луки. Стиль явно все-таки другой. Стиль явно Иоанна. Но в других рукописях, в более поздних этот фрагмент расположен именно в этом месте Евангелия от Иоанна. Значит, что нам остается делать? Какие у нас варианты? Ну, один вариант это, собственно говоря, ничего не делать. Раз в более поздних рукописях он находится, пусть он там будет и, собственно, и все. Это достаточно, мы это принимаем на веру. Доказывать ничего не надо. Другой вариант сказать, ну, скажем так, другая, может быть, крайность, если хотите, сказать, что «Ах, это не Слово Божье!» Давайте фрагмент о женщине, взятой при любодеянии, выкинем из Слова Божия, потому что в ранних рукописах его нет. Этот вариант не проходит. И не проходит он вот почему. Во-первых, в большом числе рукописей этот вариант, этот текст есть. Да, рукописи более поздние, но он есть. Во-вторых, даже в некоторых ранних рукописях он тоже есть, хотя и находится поставлен в другую позицию, в другое место. В-третьих, мы отлично понимаем, и Иоанн нам об этом говорил, что невозможно записать все, никаких книг всего мира, весь мир не вместил во всех книг, которые понадобились, чтобы записать все, что сделал Иисус. Значит, в принципе, у нас достаточно оснований для того, чтобы считать, что этот случай действительно имел место. В какой момент жизни Иисуса Христа он был, мы толком не знаем, но евангелисты не всегда писали хронологически. Богословию он никак не противоречит. Духу Евангелия, он никак не противоречит. Церковью он принимался, этот фрагмент. Значит, у нас нет оснований вычеркивать его из Священного Писания. Более того, мы не судьи Слова Божьего, никто нам не давал такого права распоряжаться и говорить, вот это мы вычеркнем, этого мы не вычеркнем, иначе мы будем как те либералы, которые чудеса Иисуса отсортировывают. поэтому мы честно говорим, да, в ранних рукописях этого текста нет, но все равно у него есть достаточно рукописное подтверждение, у него есть достаточно оснований, у нас есть достаточно оснований, по которым этот текст находится в Священном Писании. Можно ли об этом фрагменте проповедовать? Ну, конечно, можно. Можно ли его применять на практике как текст о прощении? Да, конечно, можно. Ну, вот здесь ситуация достаточно безболезненная, скажем, такая, когда мы можем совершенно спокойно сказать, что да, ребята, вот этот фрагмент подвергается определенному сомнению, но все равно аргументов в его пользу очень и очень много. их достаточно. А вот теперь к более сложному фрагменту. Пожалуйста, откройте Евангелие от Марка главу 16. И тут уже вокруг библейского текста скрещиваются шпаги. И точно так же меня интересует вопрос. Вот после 8 или в начале 9 стиха есть ли у вас в библиях какие-то примечания, оговорки и так далее. Скорее всего там у Саши была, по-моему? Вот интересно в вашем издании помечено здесь как-то или нет? Есть, краткий пилог. Вот, краткий пилог. Пожалуйста, прочитайте, что вам говорят ваши авторы, ваши комментаторы. краски и пространный пилог не принадлежит автору Евангелия. Однако пространный пилог стал частью того текста Евангелия, который вошел к новому Евангелию. Опаньки! Вот я вам сказал, значит, здесь шпаги скрещиваются. Пространный пилог ни более, ни менее не принадлежит автору Евангелия, но в канон Нового Завета он вошел. Все или дальше у вас что-то еще пишут по этому поводу? Все. Хорошо. Теперь давайте разберемся, о чем идет речь. В самых ранних рукописях, причем практически во всех ранних рукописях, Евангелие от Марка кончается на 8 стихе. И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. И такое ощущение, что Евангелие не закончено. А теперь начинается фрагмент с 9 стиха и до конца главы. Я попрошу сейчас одного из вас, желательно того, кто еще не читал священное Писание, прочитать из Евангелия от Марка, 16 глава, начиная с 9 стиха. А вы скажите, пожалуйста, все остальные скажите, пожалуйста, какие качества или какие особенности этого текста могли вызывать, скажем так, подозрения? Что могло насторожить читателей, исследователей, которые при этом знали, что в ранних рукописях этого текста нет? Пожалуйста, с 9 стиха кто прочитает? Воскреснув рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал всем бесам. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложит руки на больных и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесанную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Итак, что необычного в этом фрагменте, что вас может быть немножко удивляет? Я понимаю, что нас уже сложно удивить, мы всю жизнь это читаем и все же. Может быть, то, что хронологи, как печатным типом написаны. Да, вдруг начинается перечисление. Так, это первый момент. Дело в том, что как раз в Евангелии от Марка события смерти Иисуса Христа, суд над Иисусом Христом, его мучения, его страдания, его смерть описаны очень подробно. И вдруг вот в этой концовке телеграфным стилем перечисляются некоторые события. Это возражение номер раз. Ответ на это возражение на самом деле такой, что вполне возможно, что Марка не интересовали вот здесь уже подробности. Ведь в первый главе Евангелия от Марка он тоже писал телеграфным стилем. По размеру, по времени своих, скажем, описываемых событий первая глава Евангелия от Марка аналогична первым семи главам Евангелия от Матфея. То есть Марк в одну главу умещает то, на что Матфею понадобилось семь глав, ну и Луке около шести или семи глав. Значит, вопрос, почему Марк пишет таким телеграфным стилем, ну и здесь можно ответить. А смотрите, в общем-то, это неудивительно. Он первую главу писал так же. Вот и он кончает так же телеграфно. это один момент. Какие еще наблюдения, что еще необычного вы увидели в этом тексте? Первый явился женщине. Явился женщине, а это разве никак не соответствует, не соотносится с другими текстами Священного Писания, с другими Евангелиями? Несколько было. Чего, текстов или женщин? Нет, женщин. Да, но явился он все равно женщином, да? И знаете, это известный момент, часто на это обращают внимание, что именно женщины были последними, кто остался с Иисусом Христом у гроба, и женщины первыми пришли ко гробу, тем временем, в то время, как мужчины дрожали и думали, что же с нами будет. Он ей явился одной. Так, одна или несколько, а что он еще с ней сделал? Семь бесов изгнал. Да, вот изгнал семь бесов с синоптическими Евангелиями, с другими Евангелиями это дело, сопоставьте, пожалуйста. Что еще? Что согласуется? Согласуется где? Расскажите. Вы сказали, согласуется, нет, согласуется. Погромче просто. Можно? Согласуется. Покажите, пожалуйста. Я по памяти сегодня, что ли? Посмотрите на досуге всем и в ангелии и посмотрите встречу Иисуса Христа. Матфея можно прослушать. Да, Снос. Давайте. Откройте, пожалуйста. Нет, радостный есть. Ну, хорошо, без проблем. Матфея давайте прочитаем. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Значит, одна или две, да? Видите уже? Дальше. Дальше, да? Да. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь, и они приступившие ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братья моим, чтобы шли в Галилею и там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И так далее. Значит, обычно Марк и Матфей друг на друг очень похожи. По сути, повествование Марка это сокращенное переработанное повествование Матфея. У них общая есть основа некоторая. Вот этот кусочек с упоминанием про бесов, в частности, из этого канона, скажем так, вырывается. Он не совсем туда вписывается. И концовка то же самое. Помните великое поручение в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. А что здесь? Здесь есть вариант великого поручения. Но Иисус кроме обещания того, что он будет с ними или он будет с нами, уже в перенесенном виде, перенесенном на нас, дает им еще некоторые обещания. 16 глава, 16 стих. 16 глава, извините, 17 стих. У веровавших будут сопровождать сии знамения. И начинается, да, перечисления. Именем моим будут изгонять бесов. Кстати, было ли это? Конечно, было. В служении апостолов мы это видим неоднократно. Будут говорить новыми языками. Было ли это? Было. По крайней мере, в Священном Писании мы видим это в Каринской Церкви. И у Павла, у самого Павла он говорил языками. И более того, если это не языки ангельские, это языки человеческие, то это апостолы в день Пятидесятницы, это начало миссионерского служения, это Божие действия в Церкви. Все это осуществлялось. Будут брать змей, если что смертоносные съедят, не повредят, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Очевидно, это было, это было тоже в апостольском служении. Завершение Евангелия. Но вопрос, который с этим возникал и возникает. Вот этого кусочка, вот этого фрагмента и с этими обещаниями, таким образом сформулированными, в самых ранних рукописях нет. Но Церковь его приняла как канон. Вот что делать? Это, пожалуй, один из самых щекотливых вопросов текстологии Нового Завета. Вот по текстологическому свидетельству, по свидетельству рукописей, то выражение или та формулировка, которую мы сегодня слышали вначале, о том, что эта длинная концовка не принадлежит Марку, это совершенно верная формулировка. То есть по материалу, по исследованиям получается именно так. Но дальше к этому примешиваются доктринальные вопросы. Те из нас, кто исповедует сохранение и продолжение, и дальнейшее действие духовных даров, например, говорение на языках, даропророчества, за этот текст держатся и говорят, что смотрите, Иисус это все обещал. Иисус обещал ученикам, но потом от учеников это передается нам. Ну, как вы можете сказать, что, допустим, заповедь благовестия для всех нас, а вот эти дары или особые способности не для всех нас, только для некоторых. Значит, соответственно, ну, как же отказаться от Евангелия, от Марка, как от этой концовки отказаться? это концовка, этот текст содержит важные доктринальные обещания. С другой стороны, другая крайность. Есть ведь люди, которые считают, что все эти дары прекратились еще в первом веке. К апостолам это относилось, пророчество, исцеление, говорение на иных языках, а потом прекратилось, и сегодня этого нет. И вот, аргументируя свою позицию, защищая свою позицию, они говорят, что некоторые из ссылок на особые дары основаны на фрагменте Евангелия от Марка, в подлинности которого есть серьезные сомнения. То есть, видите, как текстология вот в этом конкретном случае затрагивает вопросы веры, затрагивает вопросы конкретного богословия. Вот я не случайно сказал, что этот момент, по поводу которого скрещиваются шпаги. Как решается этот вопрос? Ну, должен сказать, что вот из всех тех четырех мест, которые мы сегодня посмотрим, самых ярких мест, вот это единственное, в котором я лично, допустим, анализируя за и против, прихожу к тому, что с Господом будем, узнаем. Потому что понятно, что этот текст принимался церковью, понятно, что этот текст есть в переводах, понятно, что этот текст при этом отсутствует в ранних рукописях. Есть некоторые проблемы с этим текстом. Ну, вот я не могу с полной уверенностью сказать, с одной стороны, что этот текст действительно принадлежит Марку, но и, с другой стороны, опять-таки, ну, кто нам дал право выбрасывать фрагменты из Священного Писания, если на протяжении многих-многих лет они передавались, если, кстати, в византийской традиции, в византийских текстах они есть. Вот это действительно непростой случай, пожалуй, самый сложный из всех тех, которые мы видим в текстологии. Посмотрим еще один фрагмент, это фрагмент, на который любят ссылаться свидетели Иеговы. Это фрагмент, на который любят ссылаться свидетели Иеговы, и там, на самом деле, все проще. Это первое послание Иоанна, мы посмотрим опять-таки в разных переводах, пятая глава. Тут нам нужно будет немножко сосконцентрироваться, сосредоточиться для того, чтобы ничего не упустить. Пятая глава с пятого стиха давайте начнем читать и сначала прочитаем по псевдальному тексту с пятого по седьмой стихи, а потом то же самое сделаем по переводу Радостная Весть. Пожалуйста. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едино. Да, давайте восьмой тоже. И три свидетельствуют на земле, дух, вода и кров, и сие три об одном. Спасибо большое. Итак, внимание. Мы в пятом стихе видим, что кто побеждает в мире, если не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Начинается учение о том, что Иисус Сын Бога Отца. в церкви, в церквях Малой Асии, к которым обращается Иоанн, были люди, которые верили, что Иисус, что тело Иисуса, что его телесная сущность не настолько важна. Главное, что он в духе пришел. А вот то, что он пришел во плоти, ну, как бы случайность такая. И вот в шестом стихе Иоанн говорит, «Се есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». Не водою только, но водою и кровью. То есть кровь его, плоть его на самом деле очень-очень важна. Вода обычно соответствует, ассоциируется с духом, кровь с началом плоти. То есть он пришел водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Значит, к шестому стиху мы с вами увидели, что Иисус пришел и водою, и кровью, и в духе, и в плоти. И вот седьмой стих – это величайшее совершенно утверждение Троицы. «Ибо три свидетельствуют на небе». Значит, три на небе и три на земле. Три на небе. Отец, то есть Бог Отец, Слово, Иисус Христос, и Святой Дух. Иисус Христос, и три суть едино. Значит, единство с одной стороны, с другой стороны три личности, три свидетеля. Три небесных свидетеля в единстве. И вторая группа свидетелей на земле. Это восьмой стих. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. Иисус Христос, об одном. Очень красиво. Три свидетельства на небе, три на земле. И особенно вот эти три небесных свидетеля это великолепное доказательство Троицы. А теперь, пожалуйста, давайте прочитаем по радостной вести, начиная с пятого стиха точно так же. И седьмой, не забудьте прочитать. Кого радостной вести? Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус стоит Богом. Вот тот, кто пришел посредством воды и крови. Это Иисус Христос. Он пришел не только с водой, но с водой и с кровью. И свидетель этому Дух, потому что Дух это истина. Ведь есть три свидетеля Дух, вода и кровь. И все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же. А что-то вы мало прочитали, а, Саша? А больше нету. Зато, наверное, есть какое-нибудь примечание. Как обосновать? Пожалуйста, примечание зачитайте. В поздних рукописях другие чтения. Ведь есть три свидетеля на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И эти три трое одно. И есть три свидетеля на земле. Дух, вода и кровь. И эти трое свидетельствуют об одном. Совершенно верно. В поздних рукописях другие чтения. Вот тут я сказал, что эта ситуация будет гораздо проще предыдущей, хотя вокруг нее тоже скрещиваются шпаги. Вот эти три свидетеля на небе не упомянуты действительно. Во-первых, они не упомянуты в ранних рукописях, на которые мы постоянно ссылаемся. Но это бы еще что. Во-вторых, они не упомянуты в ранних переводах. В сирийском переводе, в частности. В латинском переводе. Потом в латинский его вписали. Но в ранних рукописях латинского перевода этого текста нет. В третьих, в третьем, четвертом веках, в четвертом особенном веке в христианском мире разгорелись споры о Троице. И отцы церкви обосновывали, причем всячески обосновывали и защищали библейское учение о Троице. Защищали они библейское учение о Троице от еретиков. Естественно, библейские места, подтверждающие Троицу, они упоминали. Они обязательно на эти библейские места ссылались. Нашли, пожалуй, все. Но вот какая заковыка получается. Как-то плохо искали. Вот ни один из отцов в дебатах о Троице не ссылается на то, что сегодня мы знаем, как первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. Почему не ссылается? Ну, либо хором пропустили, либо таки его не было. А вот по всем текстологическим канонам и, собственно говоря, что здесь и сделано в вашем переводе, в новом переводе, действительно, 1 Иоанна, 5-7, скорее всего, это стих более поздний. хотя, опять-таки, в переводе, в текстах «Тексус Ресептус», в византийских текстах он есть. Сторонники византийского текста в этой ситуации говорят так, что именно через византийский текст Бог сохранил подлинное прочтение. Все остальные тексты испорчены, хотя бы потому, что там не говорится в этом месте о Троице. Но тогда порча коснулась и отцов церкви, которые не процитировали это место, говоря о Троице. Не так все просто. То есть, смотрите, какая вещь получается. В современные издания Библии этот текст либо включается в сноске где-то внизу, либо вообще не включается. Обычно все-таки сноску делают. Обычно говорят, как у вас сказано, что эта фраза, этот стих есть, но только в более поздних текстах. Опять-таки, подрывает ли это наше учение о Троице? Повторяем слова апостола Павла из послания к римлян. На греческом это звучит «мегенойто» «никак, да не будет этого». Ну, а отцы церкви формулировали учение о Троице и обошлись без этого стиха. И нормально, между прочим, сформулировали. Значит, и нам сомневаться не приходится. Здесь есть еще один момент. Помните, я вам говорил о том, что в некоторых рукописях текст сначала появлялся на полях? То есть, кто-то из переписчиков делал примечание на полях. Вот исследование текста показывает, что 1 Иоанна 5 глава 7 стих, вот это упоминание про трех свидетелей на небе, тоже сначала появилось на полях. Есть рукопись, где она на полях, а потом она соответственно попадает и в сам текст священного писания. То есть, вот даже понятен механизм, через который эта ошибка вкралась в текст. Значит, завершая этот разговор, скажу вот что. Вот то, о чем мы говорим для кого-то, особенно для неутвержденных, может быть некоторым шоком. Особенно то, о чем мы говорили последние 20-30 минут. Но повторюсь еще раз. Я выбрал для вас самые яркие случаи, самые важные, самые существенные. Но подавляющее, подавляющее большинство разночтений далеко не столь серьезно, далеко не столь определяющие, как те, которые мы сейчас с вами увидели. Ватиканские, Синайские на каком языке были? На греческом, конечно. Все на греческом? На греческом, а ветхий зовется кто агинта? Греческий перевод. Редактор субтитров А.Семкин